Всем добрый день! Сегодня я рассмотрю подробно регулировку пускового устройства карбюратора К-151. Первым делом взводим дроссельную заслонку, приоткрываем и в этот момент рычаг привода воздушной заслонки пускового устройства взводим полностью. Как это будет делать у нас тросик привода пускового устройства. Для фиксации используем проволочку, любой подручный инструмент, для того, чтобы зафиксировать рычаг. Я вот использую медную проволочку, сделал как шаблончик и постоянно ей пользуюсь. Рычаг пускового устройства у нас заведен. Смотрим дальше. В этом положении проверяем зазор между дроссельной заслонкой первой камеры и стенкой смесительной камеры. Зазор этот должен равняться от 1,5 до 1,8 мм. Беру сверло 1,6 мм и проверяю фактический зазор. Видно, что этот зазор не соответствует заданному значению. То есть обороты при таком положении дроссельной заслонки будут маленькие. Чтобы отрегулировать положение винта, положение дроссельной заслонки, снимаем фиксатор. Отпускаем сектор. Немножечко дроссельную заслонку приоткрываем. Отпускаем гайку. И вкручиваем винт. Вот таким образом. Затем не фиксируем гайкой винт и проверяем зазор, получившийся. Для этого заводим дроссельную заслонку. Пусковой рычаг. Отпускаем дроссельную заслонку. И смотрим образовавшийся зазор. Вот сверло 1.6. Плотно-плотно. Входит между смесительной камерой и краем дроссельной заслонки. Зазор таким образом отрегулирован. И остается только зафиксировать упорный винт. Вот в таком положении. Что плоскость головки винта должна быть перпендикулярна сектору привода рычага воздушной заслонки. Ключиком наводим. Подтягиваю контрогайку. Избегая проворачивания винта. Подверточкой можно зафиксировать. И затянуть контрогайку в этом положении. Контрогайка затянута. Еще раз проверяю. Все. Отлично. Когда двигатель будет запускаться, обороты должны составлять порядка 2500-2700 оборотов в минуту. Вот это будет являться основным показателем при регулировке на автомобиле для правильного положения вот этого регулировочного винта. Если больше, то надо зазор, получается, уменьшать. Если меньше, то увеличивать. Дальше. Снова завожу рычаг троселя. Фиксирую рычаг привода воздушной заслонки в самом крайнем положении. Вот так. И переходим к регулировке воздушной заслонки. Воздушная заслонка закрыта. Проверяем. Так ли это? Так. Пружина стяжная. Ее фиксирует в таком положении. Заслонка закрывается плотно. Перемещается на оси свободно. Если натяжения пружины недостаточно, то вот этим вот рычажком отпускаем. Можно регулировать ее натяжи. Больше, меньше. Вот этого достаточно. Дальше переходим к регулировке зазора пускового воздушной заслонки. Для этого заведомо отпущу все винты. Условно говоря, вот так вот все подвину. Так, так. То есть, вот все болтается, все, все, условно говоря, сбито. И теперь начнем регулировку. Первым этапом регулируем длину вот этой тяги. Ее вылета. Регулируется она при полностью взведенном рычаге пускового устройства. Полностью закрытый воздушный заслон. Опускаем вот этот винт. Регулируем длину тяги таким образом, чтобы вот здесь вот у нас образовался зазор 0,2 0,8 мм. Ну, порядка 0,5 мм. Добавлю немножечко. Возьмем более коротенькую отверточку. Немножечко. Перемещаем тягу вниз. Укорачивая ее. Фиксируем. Вот так. Затянул. И проверяем. Ну, вот зазор здесь оставлен минимальный для того, чтобы промежуточный рычаг не воздействовал на усик вот этого рычага, связанный жестко с воздушной заслонкой. Видим, в принципе, он на нее не воздействует. Но вот здесь вот сектор мы вот этот увеличили для того, чтобы ход воздушной заслонки освободить. И теперь проверяем. Вот так вот просто, без регулировки пока пускового зазора, возможность хода воздушной заслонки. Смотрим. Сверло 6 ходит свободно. То есть, запас хода у нас в воздушной заслонке есть. А теперь уже переходим непосредственно к регулировке окончательного зазора воздушной заслонки. Второй этап. Вот здесь вот у нас имеется двухплечий рычаг, левая часть двухплечевого рычага и правая часть. Правая часть снабжена усиком. Вот этот вот усик, который входит в зацепление с рычагом воздушной заслонки. И вот этот регулировочный вид определяет положение левой части рычага, которая связана со штоком пусковой диафрагмы, и правую, которая входит в зацепление с рычагом жестко закрепленной на оси воздушной заслонки. Вот таким образом уже регулируется фактический зазор в воздушной заслонке. То есть, ну, подгоняю вот, условно говоря, его вот этот усик до касания с рычагом воздушной заслонки и в таком положении вот затягиваю. И теперь проверяем зазор у нижней кромки воздушной заслонки, имитируя подачу разрежения. При запуске двигателя нажимаем на шток диафрагмы пускового устройства и сверлышком проверяем зазор. Все, 6, 6 с небольшим. чтобы уменьшить этот зазор, будет необходимо вот этот правую часть двухплечего рычага с усиком немножечко опустить вниз. Зазор будет меньше, но этого делать не нужно. Все, таким образом регулировка пускового устройства карбюратора КА-151 завершена. Дальше снимаем окончательная проверка. Снимаем фиксатор с рычага пускового устройства. Взбудем дроссельную заслонку. Рычаг. Еще раз проверяем. Воздушная заслонка закрыта. Вот такой зазор у нас будет образовываться при запуске двигателя. У нижней кромки 6,5 метров. В этот момент зазор дроссельной заслонки будет есть сейчас 1,6 миллиметра в заданных пределах. И проверяем работу сектора рычага пускового устройства. Постепенно отпускаем. Раз, два. В этот момент у нас заслонка воздушная приоткрывается. И три. Проверяем воздушная заслонка полностью открыта. Все. На этом регулировка пускового устройства завершена. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok